Добрый вечер! Наступает ночь нокаутов на НТВ. Самые громкие имена, самые сильные бойцы, самые известные нокауты. Добрый вечер! 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 Боксер не такой хороший боксер, как Камачо, но удар у него страшный. И кроме того, он наносит много ударов. Однажды он поставил рекорд. 100 ударов за раунд. 100 мощных ударов за раунд. Но вот не повезло ему в этом бою. И после этого он исчез с рингом на 4 года. И вот сейчас возвращается. Это самый большой бой в моей карьере. Я прекрасно осознаю его значение. И вот эти двое представляют собой классическую пару. Один боксер, другой панчер. Панчер это Тодд Фостер. Камачо было тогда 32 года, а Фостеру всего 27. И вес 146 фунтов. Ну, в общем, это порядка 64 где-то килограмм. Постер на 5 сантиметров повыше. И теперь, господинцы и господинцы, 12 раундов боксинга для Бейкен. Ай-Би-Си, Левер-Вейг, Чемпионшипа, Аф-Ауэрл. За вакантный титул. Бой из 12 раундов. По версии Ай-Би-Си. Но это малоизвестная версия. Тодд Фостер. Грейт Фолл. Из штата Монтана. 33,3 у него. 29 побед нокаутом. 33 победа, 3 поражения. 33 победы от К.О. Дамы и господинцы, он был предыдущим чемпионом мира. Да, Тодд Фостер уже был чемпионом мира. Правда, в легком весь. 48 побед, представляете, было у Гектора Камача. Тоже 3 поражения, 22 победы нокаута. То есть процент побед нокаутом у Фостера намного выше. Трехкратный чемпион мира. Гектор Мачо Камачо. Пожмите руки и ждите гонга. Говорит рефери. Фостер мог только одно в ринге делать. Выйти на ударную позицию, там уже противнику Спасу не было. Но вот поймать на удар скользкого Мачо Камача было очень сложно. А нарываться самому было очень просто. Никто не ожидал такого начала. Конец раунда. Да, секундант ругается. Посмотри, посмотри мне в лицо. Что ты вытворяешь? Что ты там делаешь? Почему ты стоишь перед ним? Ты расслабился и он тебя ударил на прайке. Теперь ты держи свои руки и начинай пунчать, пока тот рефери говорит «Стоп». Пятый раунд. Камачо всаживает левый в разрез. Фостер выглядит абсолютно беспомощным под атаками Камачо. Камачо. Что удивительно. И Камачо работает как по тренировочному мешку. Вот вам и нокаутер, вот вам и боксер. Посмотрите, как это было. Подсел вниз Камачо. И вот это попадание, оно все и решило. После этого никак не смог оправиться. Нарывается на вторую. Удар, правый крюк. Вот таким был Мачо Камачо. Кстати говоря, сейчас появился Мачо Камачо младший, его сын. И был даже такой курьезный случай, когда они оба в одной программе выступали. Минута сорок пять секунд в пятом раунде. Мачо Камачо. Ну а на подходе, мы скоро с вами увидим, не сейчас, Вивьян Харрис, Левай Лонг. Профессиональный дебют. А сейчас Джереми Вильямс. Очень интересный был тяжелый. Джереми Вильямс против Дага Дэвиса. Вот, если так посмотреть, никогда не скажешь, что это тяжеловес. Высокий парень, стройный, без мощной мускулатуры. И при этом обладал фантастически агрессивным стилем. В 21 год все считали, что это будущий чемпион мира. Первые пять побед нокаутом буквально в дебюте боя. Против Мариона Вилсона он оказался на полу после сильнейшего удара. И однако встал. Та же история повторилась в бою против Фрэнки Свинделла. Он едва встал с пола после тяжелого нокдауна и отправил противника в этом же раунде на пол. Знаете, не важно, сколько нокдауна. Самое главное, кто выиграл бой. Я был на полу, потом я его отправил на пол. Они, правда, говорили, что он поскользнулся. Тем не менее, я выиграл. И это самое главное. Да, он был чемпионом в полутяжелом весе, когда был любителем. И у него было достаточно арсенала для того, чтобы стать тяжеловесом и профессионалом. Самое главное, иметь хороший джеб. Что бы у вас там ни было, какой бы сильный удар, какой рукой вы ни наносили, если у вас нет джеба, вы ничего не сможете сделать. И, кроме того, при хорошем джебе вас не рассекут, не разобьют вам бровь или голову. Да, большие надежды возлагались тогда на Джереми Уильямса, и не безосновательно. Возьмите Марвина Хаглера, Шюгера Рей Леонарда, и Джо Луиса, Майка Тайсона. Они все обладали вот теми качествами, о которых я вам говорил только сейчас. И главное не подставляться. Смотрите, какой я красавчик. Но мне нет шрамов. Джереми Уильямс. Даг Дэвис. Пониже ростом. Мощный боксер. Бывший средний вес, но очень быстро набрал вес. Уильямсу тогда был 21 год, Дэвису 29. Уильямс был потяжелее, и заметно повыше, конечно. Сантиметров на 10 он был выше. Даг Дэвис. Даг Дэвис. Даг Дэвис. И его сопотор в белом корне, внести эмерал-грен фунт, весу-то 90 с чем-то килограммов. Джереми Уильямс из Лонг-Бич, штат Калифорния, 20-0 у него тогда было, 14 побед нокаут. Двухкратный чемпион мира среди любителей. Джереми Уильямс. Уильямс. Первый раунд, и без всякого сомнения, конечно, силы тут не равны, хотя бы потому, что я уж не говорю, какой замечательный рекорд у Джереми Уильямса, как у профессионала, но у него великолепный опыт боксера-любителя. Десятираундовый бой. И Уильямс сразу принимается за дело. Это был очень агрессивный тяж, который умел действовать к тому же очень разнообразно в ринге. Дэвис меняет стойку и сам ставит себя в трудное положение. Хочешь быть левшой? Пожалуйста, и я буду левшой. Показывает Джереми Уильямс. Вот это стиль Джереми Уильямса. Он вкладывался в каждый удар и он атаковал. Когда атаковал, то отвязаться от него было просто невозможно. Уильямс, который был хорошим боксером, часто отказывался от своего технического превосходства, превращал бой в силовую схват. С другой стороны, что можно было ожидать от успешного бойца, которому 21 год? Сил немерено. и он их тратил очень щедро в бою. Короткий, рубящий удар слева. Да, после такого очень трудно встать с пол. вот это удар. Уильямс наносил его, скручивая корпус резким рывком туловища. Ну и когда у вас под 100 килограмм вес, понятно, что будет с противником. А вот человек в очках, это знаменитый Билл Кейтон, один из самых великих деятелей бокса, легендарный менеджер, кстати, менеджер Тайсона, первый менеджер. Билл Кейтон, с помощью которого, кстати, началась и программа Большой Рим попросил. 37 секунд в первом ряду и победитель by a knockout and still undefeated Jeremy Williams. Итак, Антонио Тарвер. Бронзовый медалист Олимпийских игр. Антонио Тарвер появился на профессиональном ринге с одной задачей, о которой он объявил. Расчистить полутяжелую весовую категорию. Тарвер выполнил свою задачу, как мы с вами знаем. Давайте вспомним две его победы над самим Роем Джонсом. Причем, одна из них, победа нокаутом, была очень впечатляющей. Многие считали, что это так называемый лаки панч, случайный счастливый удар. Но, как говорится, счастье улыбается подготовлен. А сейчас мы с вами можем понаблюдать за его дебютом на профессиональном ринге. Его противник Дюрел. Он справа. Смотрим со второго раунда. Тарвер левша. Очень хороший левша, очень опасный. С острым прицельным ударом. Тогда он еще не выработал свой стиль. Действовал просто по ситуации, от положения. Но школа уже просматривалась. Видели? Просто расстрел. Несколько длинных прямых ударов в голову. Дюрел потрясен. Теперь когда Тарвер уже пристрелялся, его остановить очень трудно. Просто очень расчетливо и очень грамотно действует Тарвер. удар в ответ. Просто фантастика. Хлесткий, точный. Вот так Антонио Тарвер по кличке Magic Man начинал свою карьеру на профессиональном ринге. который раз на одну и ту же удочку попадается Дюрел. Показ атаки в туловище настолько убедительный, что Дюрел опускает руки и после этого следует хлесткий удар в голову. Антонио Тарвер великолепная точность в действии. Это была всего лишь вторая победа на профессиональном ринге в Антонио Тарвер. Продолжение следует...